Я всех приветствую! 277 выпуск «Трезвого взгляда». Сегодня очень разные проблемы затронем человеков. Это и вопросы с холерой в России, и отмену баллонской системы затронем, и посмотрим, как Медведев машет ядерной дубинкой завуалированной. Проблемы Украины рассмотрим. Все в одном выпуске «Вставайте со мной». Продолжается ситуация с обезьяне и вот этой вот болезнью, и в связи с этим я решил исторический такой аспект поднять по оспе. Здесь это делать проблематично. 306 выпуск «Без цензуры» тоже посвящен очень интересным историческим фактам, которые вы обязаны знать, или вы обязаны владеть этой аргументацией, когда вам пытаются что-нибудь рассказать про жижу от натуральной оспы. Это очень важная и актуальная сейчас проблема, учитывая то, что появляются сведения, например, что правительство Трюдо канадское еще месяц назад тендер организовывало на закупке этой жижки от натуральной оспы. Это очень интересно. Еще до так называемой случайной вспышки. Ну а теперь это все. Верхняя ссылка в описании. Смотрите, там зарегистрироваться надо, если вы меня впервые смотрите. У меня там каждый день выходит видео. Это очень интересно. Ссылка верхняя. Регистрируйтесь. Никаких личных данных, ни телефона, ни мыла. Его не нужно оставлять при регистрации. Интереснейшая ситуация возникает с холерой. Мы так это послушали, да, все. И все как бы. И забыли, да? А нет. Вот этот приказ Поповый о профилактике холеры, он отражает третирование персонала государствообразующих предприятий, таких как Газпрома. И вот на ваших экранах скрин немножко затертой служебной записки одного из подразделений Газпромовских. И в нем как раз, ну там вот эти вот разосланные профилактика так называемые холеры, куда входит вот эта вот жишка от холеры, которая действует 3-6 месяцев. Что-то у меня есть подозрение. Что-то я где-то слышал уже про какую-то жишку, которая действует 90 дней. В общем, понимаете, да? Ну, по сути, по холере, ну, важно понимать одно. Если вы чистоплотный человек, если вы пьете чистую воду, не грязную, то если вы правильно питаетесь, то эта проблема вас не должна коснуться. Но вот это уже касается людей, которых хотят загнать в эту профилактику. В связи с риском завоза и распространения. Как указано в служебной записке и в служебных документах Поповского надзора. Вот это мне предоставлено из прямых, как бы, ну, прямые сведения. То есть это точно достоверная информация, начали уже третировать людей. Вторая тема – это отмена, анонсируемая руководством Минздрава России, баллонской системы. Правильно ли это или нет? Хорошая ли это новость? Ну, по сути, пока не изменятся зарплаты нищенские преподавательского состава в России, они продолжат зарабатывать взятками, репетиторством, чем угодно, но не качественным преподаванием. Мое мнение, что зарплаты преподавателей должны быть увеличены минимум в пять раз, чтобы они были больше гораздо, чем у полицейских. Тогда с мертвой точки может сдвинуться проблема. Проблем вообще вузовского и послевузовского образования очень много. То есть они за годы накопились. Я больше, чем многие чиновники, я думаю, разбираюсь в этой теме. Ну, почему? Ну, потому что через меня прошли тысячи студентов, как закончивших специалитет, так и потом закончивших бакалавриат, магистратуры различные. Ну, знаете, да, что я в этой отрасли как бы консультированием занимаюсь, я примерно понимаю уровень деградации высшего вузовского и послевузовского образования в России. Эта реформа настоящая трагедия, она была сделана, чтобы адаптировать образование российское к западным образцам. Были уничтожены сотни, тысячи, сотни тысяч элективных курсов, которые нарабатывали преподаватели годами. Куча преподавателей была сокращена с факультетов. Ну, например, тот факультет, где я учился физико-математический, его сейчас вообще нету, он там называется естественно-научным. И если на моем потоке училось там 120 математиков, информатиков, физиков, то сейчас эта сумма, ну, людей там, ну, на полпорядка ниже. О чем это? О том, что через 10-20 лет возникнет аховый дефицит математиков, физиков, которые ничем будет восполнить, когда умрет или перестанет работать поколение советское, это будет полный финиш. В чем еще проблема? Советское поколение не готовит смену. Преподавательский состав вот этот старый, старее, он не стремится удерживать талантливых преподавателей, которые способны нормально давать знания математические. Им часы урезаются в угоду вот предоставления часов этим ветеранам, умирающим. Это по всей России происходит. Я общаюсь как со старшим поколением таких людей, так и с младшим. Ситуацию с обеих сторон понимаю. Ключевая вообще проблема вузовского образования, что развалено школьное образование вот этими ЕГЭ, которые тоже, скорее всего, отменят скоро. Но придет ли та советская система? Ну, мой ответ однозначный, что в ближайшие лет 10-15 даже не ждите. Почему? Потому что математическая подготовка и подготовка к грамотности ребенка закладывается в дошкольном возрасте. Потом она закрепляется в младшей школе и в средней школе. И в старшей школе. Уже готовится человек к поступлению в институт. И здесь проблема именно такая, что приходят необучаемые люди. Представляете, человек 11 лет провел в школе или 10, приходит в институт, а его нельзя научить высшей математике, потому что он не освоил математику школьную. И все как бы, а там бесполезно. Ни репетиторы, ничего не смогут без сформированного вот этого математического аппарата в голове, уже нельзя научиться высшим основам математики. Это вот в глобальном масштабе приводит к удивительной трагедии и разрушению, и в том числе инженерного образования, где математика нужна. С физикой там тоже просто, ну, примерно то же самое. То есть, когда вы имеете в школах говорящих обезьянок, то вы не научите их науке. Их можно научить тыкать в приложениях в смартфоне, но нельзя научить серьезным вещам. Их можно, ну, это уровни операторов, машин каких-то, то есть, вот делают 3-4 операции, вот эта баллонская система, вот она научит, человек ее вот за жизнь выучит эти там 25-30 кнопок, на которые в разной последовательности щелкать, и все. Творческой работой, научной, ну, такие люди остаются, но их там гораздо меньший процент, чем раньше. Это настоящая трагедия для России. Сразу эту проблему не решить. Вначале нужно решить проблемы с посадками тех людей, кто эту реформу организовал. Но, скорее всего, многие из них уже в могилке, поэтому всех не накажешь. Так что быстрого возвращения к системе советской не будет. Сама советская система тоже не идеальна. Дело в том, что давать обширные научные знания человеку, да, прям вот такие фундаментальные, чтобы он все освоил и получал в 3 раза меньше, чем какой-нибудь полицейский или МЧСник, который, ну, часто вообще ни хера не делает для спасения людей. Это аморально. И вот этот вот дисбаланс, он приходит в баланс, вот эта вся система, благодаря коррупции, взяткам, понимаете, преподы вынуждены работать, брать деньги со своей работой по-другому. И устраиваются показательные процессы, травля, ловли их, но систему управления, я говорю, нужно выстраивать с высокого уровня жизни умных людей. Тогда нация будет стремиться не сидеть в смартфонах, а заниматься математикой, физикой. С детства, когда это экономически выгодно. Да, математика приносит чрезвычайное удовольствие многим людям при ее занятии. Это тоже как шахматы. Вот знаете, вот я играю в шахматы, это вообще по деньгам, это вообще невыгодно. Сидишь, типа, тупо играешь в шахматы и беднеешь. Но становишься духовно богаче. Математика и другие отрасли научной работы, они, например, на такие же. Сейчас это не оплачивается, это такое увлечение у многих. Но надо государству по-другому себя вести, тогда будет все нормально. Тогда не будут люди на запад уезжать. Ну, говорю, минимум в пять раз. То есть, вот если получает человек 30 тысяч, там ставка преподавателя, она должна быть 150. Не рублем меньше при тех же уровнях цен. Это мое мнение. Так что не радуйтесь раньше времени. Декларации об отмене баллонской системы еще пока ничего не значит. Вопиющий случай произошел в Ивано-Франковске. Я считаю, что там произошло. Уличные музыканты пели какую-то песенку на русском языке. Подошел нацик. Ну, потому что, если ты прикапываешься к русскому языку, ты как бы нацист. Нео-нацисты докопались до музыкантов, кого-то ударили, кого-то просто попытались унизить за то, что они разговаривают, поют, вернее, даже не разговаривают на русском языке. Мэр Ивано-Франковска патриотично поддержал ударившего уличного музыканта мужчину. Ну, то есть, поддержка насилия, экстремизм и тетраризм. Я думаю, он преспокойно говорит себе по-русски, без акцента. Но занимается подобным разжиганием. Дело в чем, в Украине, в том числе и в Западной, живет полно русскоязычных людей, которым бы уже пора понять, что с этим как бы шутить нельзя. Одно дело, путинский режим, его и русскоязычные люди, и многие не поддерживают. Вот я сейчас говорю на русском языке, это же не значит, почему я поддерживаю Путина. Еще подобного. Там это называется мовой оккупантов. И это, в том числе на востоке Украины, привело к тому, что часть русскоязычных людей восстала. Это не всякие моторолы, которые приехали. Там есть люди, кто жил всегда на украинских землях и всегда говорили по-русски. И чем больше таких мэров Ивана Франковского, тем больше поводов для военных действий. Вот, например, представьте ситуацию, если бы вот в России побили человека за исполнение песни Трубецкого. Ляпец Трубецкой поет песенки красивые на украинском языке. Мне они нравятся, например, я их слушаю. И если бы мы их пели в России, никого бы не побили бы и не унизили. И если бы это было сделано, я бы первым выступал за то, чтобы посадить человека, унижающего украинскую культуру, украинский язык. Так должен рассуждать каждый украинец, и вы должны сметать эту власть, которая стравливает русских с украинцами, русскоязычных с украиноязычными людьми. Ведь в том же Ивано-Франковске, я больше чем уверен, несмотря на то, что это Запад Украины, там часть людей в быту использует русский язык. Они сейчас, многие люди просто тупо запуганы всей этой ситуацией. И здесь тем самым, ну, интересная эта тема какая, что, ведь деноцификация, так называемая, она идет же не там. Она идет там, где таких проявлений, ну, если они и были, они не носили там массовый повальный характер. А западные области вполне себе спокойно нарушают все европейские нормы и стремятся, видно, таким образом в Евросоюз, запрещая русский язык. Ну, забывая при этом, что русский язык является одним из самых популярных языков в Евросоюзе. После немецкого, французского, английского языка и польского, может быть, там, какого-нибудь условного. На русском языке там очень много миллионов людей разговаривает спокойно себе в Европе пока, не боясь, что их побьют нео-нацисты. Вот, это я хотел бы выразиться. Ну, надо ли кидать за этого ракетами? Я считаю, что нет. То есть нужно разрывать экономические отношения, не снабжать ресурсами. И нацизм без ресурсов, он недолговечный. Он очень быстро закончится. И любовь возникнет к тому языку, как бы, ну, откуда идут ресурсы для поддержания жизни человека в Украине. Очень интересный пост вчера публиковал Медведев. Медведев – это опасный человек для России, надевший сейчас шкурку медвежонка, который патриот, который любит русских, который за все русское. Но вы должны понимать, что человек этот от Кагала в высшем руководстве России и если Путин – это просто актер, исполняющий роли, то Медведев, он в том числе, когда был президентом, обратите внимание, очень спокойные были годы. Даже войнушка русско-грузинская была, ну, фактически выиграна. Была отжата Южная Осетия постепенно. Ну, и вот смотрим, что Медведев рассказывает о мирных инициативах, в кавычках. Смысл такой, что Италия предложила мирное урегулирование, и Медведев это прокомментировал. Недавно, говорит, Италия отличилась, сообщает итальянская пресса по линии своего МИДа, передала генсеку ООН Гутиерешу некий четырехэтапный план мирного урегулирования в Украине. Такое ощущение, говорит, что его готовили не дипломаты, а местные политологи, которые начитались в провинциальных газет и оперируют только украинскими фейками. Вот, говорит, некоторые из этих идей. Первое. Нейтральный статус Украины и беспрепятственное вхождение в ЕС. Про нейтральный статус, говорит, все правильно, а вот про членство ЕС ведь знают, что это вранье. Сколько бы Киев не тешил себя грезами о погружении в европейскую идиллию, без членства в НАТО шансов у него нету никаких. В НАТО Украину теперь никто не ждет. А просто в Евросоюзе ее видеть явно не хотят. Это слишком затратно и опасно. Поэтому предлагают суррогаты. Хватит беженцев, которые с дуру приютили. Разве что свихнувшиеся польские правители готовы торговаться на эту тему в обмен на западные области Украины. Да еще и безумные прибалты толдычит о вступлении Украины в ЕС для увеличения собственного политического веса ослабленного хронической русофобской диареей. 2. Автономия Донбасса при сохранении его в рамках Украины. Это, говорит, явный бред и дешевое прожекторство. Решение о своей судьбе Республики Донбасса приняли окончательно и обратно не вернуться. Это неприемлемо для всех, кто помнит судьбу Минских соглашений и убийство мирных граждан ЛНДР. Я цитирую Медведева. 3. Полная автономия Крыма в составе Украины. Это, говорит, вообще прямое хамство и угроза ее территориальной целостности и повод для начала полноценной войны. В России нет и никогда не будет политической силы, которая бы согласилась даже обсуждать судьбу Крыма. Это было бы просто нацпредательством. И дальше, говорит, анализировать смысла нету. Типа 4 пункт даже не обсуждается. Все это лишь попытка помочь Киеву сохранить какое-то лицо. Но вот в этот 3 пунктик это и есть заувалированная ядерная дубинка Медведева. Они сказали, тронете Крым, будет ядерный удар. То есть через такие заметки, которые миллионы людей читают, политики как бы обмениваются между собой приветами. Ну а для нас это вообще плохие новости, как с обеих сторон. Каким образом? Ну через такие телеграм-паблики управляются политические процессы. Ну вот Медведев, он публикует этот текст, его сразу разносятся на много миллионов просмотров. Люди заряжаются этими лжепатриотическими идеями. И накачивают эгрегор ненависти к западу, ко всему западному. Это все в конечном счете стравливает людей. Но я больше чем уверен, что айфончик, когда радовался, когда у него в руках айфон появился, вот его менталитет, ментальность его, она особо не поменялась. Зато побывать в шкурке патриота, это, наверное, сейчас для него лучший шанс выжить и, возможно, возглавить Россию после смерти Путина. Вот это вот важно понимать, что он сейчас себе такими заявлениями мощными отмывается от навальновского нашествия, да, там он вам не Димон, все уже забыли, там, коррупционную жизнь Медведева, там, богатую. Все будут помнить только его вот эти лжепатриотические, лжепатриотическую риторику. Когда я поверю Медведеву? Медведев, в отличие от Путина, он прилетал в Оренбургскую область, у нас даже целый забор тут огромный, выстроили, чтобы он не видел срач новотроицких этих заводов полуразрушенных. Когда Медведев приедет в Орск, скажет, ого, у вас тут шестой город по площади в России, у вас тут ни хера нет никого, давайте-ка вам тут машиностроительный кластер подгрузим, у вас тут кучу площадей для строительства заводов прямо в черте города, уже с работающей логистикой. Давайте, машиностроительные заводы не вредные, можно прямо в черте города строить, они у нас были, их разрушили. Ты да классно, вот, ничего себе, приграничная территория с Казахстаном надо укреплять рубежи родины. Орск, Оренбуржье, силы России. Но, за годы путинского управления регион, донор Оренбургской области скоро станет регионом, из которого все высосали и которому нужна будет помощь. И тут, представьте, мой город, который давал больше 50% ВВП области, задумайтесь, дотрахался до 5% в ВВП области. Это за, и это, и это все делает эта шпана, которая сидит в Кремле, и делал это в том числе и Медведев. Вот она, где патриотизм и заявление о несокрушимости Крыма, и где реальное положение регионов. Причем наш регион он особенный. Тут просто удивительный, и люди, и они смогут работать на этих машиностроительных предприятиях. Дайте денег, пускайте инвестиции в Восток области. Нет, они эти 750 тысяч человек, кто здесь живет, в том числе и меня, они приговорили к медленному угасанию и вымиранию. И рассказывают там про сказки, про русский мир там на западных рубежах. Нет, Россия, она должна быть везде. И здесь есть угроза уничтожения российской государственности. Она не менее остро стоит, чем там. Но о нас вообще никто не думает. И когда начнут думать обо всех, вот тогда это и будет. Каким-то патриотизмом, а не лжи, риторикой политической. Такие вот у меня мысли. Что вы думаете по этому поводу? Пишите. Ну, с вами встретимся в следующих выпусках. И помните, Бастион, верхняя ссылка в описании, регистрация, рассылка родственникам, по чатикам, по друзьям. Два важных выпуска, 305-306 к вашему вниманию. Пока. Редактор субтитров А.Семкин